И душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами обратимся к образу преподобного Антония Великого. Антоний Великий родился в коптской богатой семье. Родители воспитали его в христианской вере, и с детства Антоний отличался благочестием. Когда умерли родители Антония, на его руках осталась малолетняя сестра. По преданию, войдя в храм, однажды Антоний услышал слова, «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение свое и раздай его нищим, и будешь иметь сокровища на небе, и иди вслед за мной». После этого Антоний решил посвятить жизнь Богу. Он поручил свою сестру христианкам в своем селении и подвязался около своего места жительства жить вместе с одним старцем и служить одному Богу. Вскоре Антоний оставил старца, уединился вглубь Фифаидской пустыни и жил сначала в Горобовой пещере вблизи родного селения, а потом, взяв с собой только шестимесячный запас хлеба, поселился в развалинах воинского укрепления в Писпире на берегу Нила. Здесь он пробыл около 20 лет в уединении, только изредка, поддаваясь на просьбы лиц, приходящих видеть и слышать его. Во время этого уединения Антоний, будучи много раз искушаем дьяволом, наложил на себя еще более трудные обеты. Антоний Великий на иконе изображается, как старец с седой раздвоенной бородой, оставляющий открытым подбородок. Облачен он в рясу и мантию монаха. На голове куколь, в левой руке у него свиток, правая же держит посох, который символизирует собою начальствующего монахов. Преподобный Антоний был первым ярким и принципиально новым представителем пустынного жительства. Он осветил монашескую отшельническую жизнь. Антоний не основывал монастырей и не мечтал о роли духовного наставника Аввы. Люди сами начали приходить к этому человеку, ушедшему жить в пустыню, чтобы проводить аскетическую и духовно-созерцательную жизнь. Видя его духовную мудрость, вокруг него собралось много учеников. Преподобный Антоний считается основателем отшельнического монашества. При такой организации монашества несколько отшельников, находясь под руководством одного наставника, жили отдельно друг от друга, предаваясь молитве, посту и трудам. Уже в конце своей жизни Антоний Великий оставляет свое уединение и приходит в Александрию для того, чтобы участвовать в споре против Ариана. Массы людей идут к святому преподобному старцу для того, чтобы получить вразумление и видеть чудеса его слов. Но это уже были последние годы Антония Великого, и к 105 годам своей земной жизни он отходит к Богу. При византийском императоре Юстиниане мощи Великого Святого были найдены и торжественно перенесены из египетской пустыни в Александрию в 529 году. Затем в Константинополь и в 980 году были перенесены в Мот-Сен-Дидье во Францию, где и поныне находятся и почивают в 114-килограммовом ковчеге, где все верующие могут поклониться пред мощами всего великого подвижника Божьего. В среду 17 февраля православные верующие вспоминают преподобного Кирилла, новоизерского чудотворца. Родился он в Галиче. Еще будучи отроком, Кирилл стремился к иноческой жизни. Тайно покинув родительский дом, он отправился в обитель преподобного Корнилия. На пути ему встретился некий старец, который, узнав о цели его путешествия, благословил его намерение и вдруг стал невидим. Преподобный Корнилий принял Кирилла и постриг его в иноке. После и отец Кирилла принял монашество в этой же обители. После смерти родителя Кирилл отправился на север, в глушь лесов. Так он добрался до Белоозера. Здесь с одной горы он увидел новое озеро и на нем Красный остров. Здесь он соорудил келью и две церкви. Святой отказывал себе во всех благах жизни. Ходил босой, иногда даже в самые жесткие морозы. Сам рубил дрова и копал землю. За такую праведную жизнь он получил от Бога дар исцелений. Представился подвижник 4 февраля 1532 года. Мощи его были обретены нетленными при закладке в его обители нового храма, который по обету устроился боярином Морозовым, получившим по молитвам к святому спасение от многих бед. Благослови, Душевая Господа, и вся внутренняя моя имя Святое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова